День Ленинского района начался в Видном с благодарственного молебна в храме Георгия Победоносца. Службу провел благочинный церквей Видновского округа Михаил Егоров. В этом году праздничные мероприятия объединены одной общей концепцией – сад моей души. И символом всего праздника стало яблоко. В Видном все так же яблони цветут. Эти слова из неофициального гимна города стали тематической основой праздничного дня. Все знают, что Видный – это город-сад. Сад яблоневый. Город, окруженный не только яблонями, естественно, и другими плодовыми деревьями. Очень много вишен, яблок, слив, да груш, да все что угодно. Но самое главное – яблоко. Вот и шествие трудовых коллективов назвали садом единства. Во главе колонны – мотобольный клуб «Металлург», которому в этом году исполнилось 45 лет. Команда «Металлург», как вы знаете, прославлена команда на всю Европу. А в том числе и в нашем городе, я думаю, в честь команды «Металлург» и прославился город Видное. Рука об руку – ветераны и молодежь. Представители школ и детских садов, спортсмены и строители. Видите, сколько радостных лиц, сколько шариков. Все очень здорово и чувствую наслаждение просто и радостные эмоции. Только консолидация сил наших, общих, даст дальнейшее продолжение того, что город будет расти, процветать и на радость наших жителей будет наша малая родина хорошо выглядеть. По Советской площади прошли творческие коллективы, медики, учителя и многие-многие другие. На трибуне всех приветствовали представители администрации района и почетные гости. Мы, Видновская дирекция киносети, также не остались в стороне и прошли праздничным строем. На советском проезде развернулись выставки предприятий и организаций. На нашей выставке представлены работы, сделанные нашими получателями социальных услуг, нашими бабушками и дедушками. Они замечательную у нас работу делают в центре. Они, собственно говоря, к нам приходят, отдыхают, знакомятся. Волонтеры организовали сбор денег на лечение двухлетней Ксюши Мишаевой с Березовой улицы. Девочка борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Уважаемые видновчане, мы обращаемся к вам за помощью. Помочь нашей землячке, маленькой Ксюше Мишаевой, два с половиной года. Счет пошел на дни. Нам экстренно нужно собрать большую сумму денег, которая неподъемна для родителей. Даже маленькое пожертвование очень поможет ее родителям. Ярмарку посетили почетные гости праздника. По всем улицам, по которым я проезжал, здесь очень чисто. В городе чисто, опрятно, видно, что в городе порядок. Это для нас, для области, самый главный праздник, потому что жители должны чувствовать, что город, в котором они живут, и город, в котором они проводят столько времени, он в нормальных хозяйских руках. Наш город заслужил сегодня такой праздник, который, самое главное, что организовали не просто администрация или власть имущие, организовали сами жители. И этот праздник мы сделали вместе. На огромной сцене, оформленной в садово-яблочном стиле, состоялась торжественная часть, в рамках которой прошло награждение жителей, внесших свой вклад в развитие муниципалитета. По традиции, в День города было объявлено имя нового почетного гражданина Ленинского района. Им стал председатель литературного объединения имени Шкулева, краевед Алексей Зименков. Для меня это особая награда, потому что 20 лет я посвятил изучению истории Ленинского края и Ленинского района. В этот момент в центре внимания оказались молодожены, чей семейный союз был скреплен прямо на сцене, после чего молодых ожидал первый танец новобрачных. Мы очень рады и очень гордимся тем, что нам выпала честь и выпала возможность в этот торжественный день, в этот праздник присутствовать здесь. Праздник продолжался весь день, а завершился большим вечерним концертом с участием Полины Гагариной. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова